приветствую всех с вами андрей и это как могло показаться это не видео урок по разработке какой-то механики в unity может быть в части да но не полностью это не тот привычный видео урок который вы зачастую смотрите я не буду рассказывать конкретно как допустим сегодня сделать открывание двери завтра там в следующем видео открывание я не знаю окна в другом видео с павлом каком-нибудь кубика по скрипту нет я в общем-то принял решение сделать полноценный видеокурс от начала и до конца ну само собой нет начала нет создания проекта потому что я надеюсь это все знают если конечно появятся люди если вы хотя бы какие-то вообще люди которые будут смотреть и появятся люди которые не знаю как создать проект или как скачать unity я сама сама собой создам и такой урок но пока что начну вот уже с созданного проекта где я уже немного поработал и давайте я расскажу сначала все по порядку прежде чем будем делать на я еще расскажу также как я все это буду делать как это как будут идти видео в общем то сейчас я вот еще немножко лишних на данный момент объектов только грузить систему во время записи подобных уроков кажется мне это все не нужно роликов этих тоже выключен вот готово но можно конечно машину вот эту а нет стоп нету вот эти две депуты вот этот пикап так в общем то хочу сразу заметить что видео будут идти не совсем по порядку это что касательно плейлиста может быть внимание обратит на даты я не совсем по порядку буду снимать видео потому что у меня были идеи начать этот курс немного иначе сначала поделиться своими мыслями но более важными чем сама разработка да и такое есть и я об этом расскажу но так сказать по дате записи это будет не совсем по порядку но в плейлисте это все бытого порядка я советую вам если вы наткнулись сейчас на этот видео курс когда он уже наполовину отснят или полностью остановите это видео после того как я договорю перейдите в плейлисты канала найдите плейлист с этим курсом и смотрите самого начала его вот но если пока что это первое видео в этом плейлисте и уже смотрите по порядку то давайте продолжим в общем то о чем вообще в чем смысл этого видео курса чем он будет отличаться чем он в принципе отличается от различных видосов которых пойму на ютюбе я им благодарен само собой я их не хейчу я им благодарен благодаря им я многому научился вот хотя я составил в группе хочу сразу заметить что я не какой-то супер разработчик я состою в группе в одной лига разработчиков называется я даже в десятке даже в двадцатке не знаю в тридцатке не состою если допустим сделать топ людей которые хорошо разбираются в юнити в той из той группы я даже в тридцатке наверно не буду находиться но тем не менее у меня есть опыт в том чтобы вот от начала от создания проекта и до публикации сейчас на данный момент всего лишь одна игра стима публиковано но я делал это все по крупицам это очень было непросто потому что половину информации конечно можно найти в интернете но другую половину ее либо нет либо она на английском языке и тем людям которые вообще его не знают или тем людям как я который знает его плохо это достаточно проблематично находить эту информацию но благо есть субтитры они мне очень помогали когда я это все искал по субтитрам пусть и кривым все это было невозможно прочитать понять суть в различных видеороликах где объясняли как опубликовать как сделать какую-то механику и тому подобное вот я же и на англоязычном если это можно найти на англоязычном ютубе на английском языке если искать то на русском языке если вы будете искать такого нету в принципе то есть мой видеокурс подобного рода он будет пока что первый и единственный вот вот именно я у меня цель это попытаться донести различные способы решения каких-то проблем именно на русском языке и людей которые возможно вообще не шарит на английском или знают его но очень очень базовый английский которые хватает просто чтобы выявить его что-то разбираться вот и вместо того чтобы ну и также чтобы они не тратили эти люди то есть вы смотрите чтобы вы не тратили уйму времени чтобы сначала найти это на английском языке потому что я не сразу нашел видосы о том как опубликовать грустим и даже когда я нашел там уже немножечко интерфейс поменялся немножечко все поменялось поэтому когда смотрел по видео это было достаточно проблематично все равно опубликовать но и в итоге я это смог сделать я знаю как это сделать и постараюсь передать это вам то есть вот сейчас мы начинаем от практически пустого проекта у меня здесь все чуть-чуть сделано и этот видеокурс закончится публикатой в steam даже возможно я опубликую и через там месяц когда мне выплаты на телефон придет я это покажу не на телефон на карту я это тоже покажу возможно на первой оплате этот видео курс закончится то есть от а до я так сказать все стараюсь рассказать но пока мы будем заниматься разработкой проекта конечно же мы дойдем до того момента когда мы будем уже делать постеры всякие в фотошопе будем сидеть работать я покажу вам где скачивать шаблоны как делать различные превьюшки в общем-то для ваших игр которые будут в магазине отображаться скриншоты на страницу в магазине вот это все мы будем делать уже после сейчас то есть все это будет разбито на три и так сказать этапа это создание игры ты сейчас это оформление и и публикация непосредственности потому что оформить игру можно оформить точнее страницу игры и только как она будет отображаться в стиме можно перед тем как вы зальете сам готовый билд непосредственно стим вот именно поэтому это будет вторым этапом и билдинг и заливание игры уже непосредственно стима тоже будет последний третий этап вот но сегодня в этом видосе мы будем делать игру потому что чтобы опубликовать ее нужно для начала сделать но давайте расскажу собственно и постепенно это не будет совсем это будет не совсем реальные видосы то есть я не буду сидеть и по полчаса писать вот для вас так вот код я буду периодически делать эти механики включаться выключаться снова включаться рассказывать что я делал как я сделал какие проблемы были вот пытаться максимально кратко но в подробностях разбирать те механики которые добавляю вдруг вам они нужны вы не знаете как сделать что захотите в свой проект добавить вот идею этого проекта я не вижу смысла говорить ну потому что это достаточно странно странно это говорить потому что если у вас нет идеи вы пришли на это видео то в принципе не вижу смысла сейчас вам здесь находиться лучше уж вам уйти и вернуть когда идея у вас для проекта появится потому что не гоже воровать чужие идеи ну и само собой я различные ссылки на различные асеты например под этим видосом будет ссылка вот на этот сет сейчас расскажу вам в общем-то в unreal engine есть классная фишечка вы можете сделать просто модель то есть вы сделали модель и залили ее в и вы можете нажать там определенные определенные клавиши сделать определенные действия и у вас создастся вот для объекта автоматически это вшит в движок это из коробки то есть устанавливать он сразу работает в unity этого нету но есть асет вот сет автоматик лот ссылка на него будет в описании покупайте и пользуйтесь офигенная штука особенно если вы делаете игру с открытым миром я пытаюсь собираюсь планирую пытаясь сделать игру с открытым миром вот берете закидываете сюда этот скрипт вот так вот взяли закинули давайте даже покажу вам как это работает вот так он закидывается тут есть галочка учитывая дочерние объекты в том числе да мы поставим можно в разных вариантах сделать то есть в общем то можно по-разному чтобы как скрипт как лот себя как компонент логгрупп или генерировать сразу чтобы повесился логгрупп и настроилась это все непосредственно я им так и делал потому что мне привычно именно вот эти логгруппы редактировать тут вот она просто разденизировалась можно менять в процентном соотношении сколько поликлонов вертикли треугольников будет отображаться на определенный лот лот 0 лот 1 и лот 2 да я думаю вы заметили что там можно сделать лот 6 лодов вот если систему лодов будет на себя брать ну работу вот этого лот гроба если на себя будет брать этот скрипт там можно и 6 лодов сделать но я как уже сказал о работе с лот гробом здесь только 3 лода очень стандартный и 2 лод 0 получается где все полигоны и треугольники там а вот один лот 2 это уже урезанный так сказать вариант где меньше полигонов ну и вот так это работает ну тут можно спокойно все корректировать и подгонять и да если вы сохраните фрифаб она просто так работать не будет то есть у вас не сохранятся эти полигоны сгенерированные вот эти вот но их можно сохранить ставьте галочку и сохраняйте куда-нибудь этот файл там будет два меша вот один лодовый я обычно сохраняю туда же где находится допустим меш этого объекта или фрифаб но пока мне это не надо так вкратце хотел вам показать объяснить и рассказать так объекты пока так у меня на глаз проскидлены возможно сарай вот этого не будет но обязательно будет вот эта беседка она будет часть механику в ней будет механика происходить самостоятельно вы поймете что именно за игру какая идея у меня что я делаю но так просто рассказывать чтобы как-нибудь залетные люди которые по этой причине не могут сами себе что-то придумать не выберу желанием чтобы они воровали мои идеи микс благодарности а вот но в целом да домик тоже появился тут была крыша немножко другая но это так чисто для тех кто возможно если просто сам раньше таким был если я раньше эту игру делал я бы то есть в комплекте где я скачал эту модель в комплекте шла текстура вот такой крыши раньше но не совсем такой тут значение единицы единицы раньше я бы заюзал именно вот эту но зачем если можно заюзать любую другую текстуру которая текстуру которая подойдет поэтому я закинул вот эту ну вот не знаю какие-то странные предупреждения у меня были не знаю зачем я раньше так делал надеюсь никто из нас так не делает давайте вот тут хочу вот так вот сделать как-нибудь чтобы не так сильно чтобы меня меньше много было так сказать сурки не супер качественно это я вас от story модель понашел уж на все подряд выкидать сурки не буду можете и сами найти у вас от story но на некоторые штуки я все таки кидать буду все таки так что-то не ахатики может и так и сделать слишком сплюснута как-то выглядит так ладно с этим я уже потом не на запись разберусь давайте не знаю сколько видос какой получится 20 минут и наверно сейчас я покажу вам что сделал хотя может быть и больше вообще видос может могут выходить и в 15 минут и в 20 и в 30 и в 40 может и в час я буду какие нибудь завевать кому надо те будут смотреть кому это необходимо вот действия игры мои сам будут само собой это происходить в америке потом поймете почему когда будете постепенно наблюдать за тем какие механики я добавляю и что вообще происходит хотя когда я буду делать на круг наверное это уже будет понятно по рабочему столу но тут это не имеет тем не менее есть потом само собой буду показывать как куда зачем почему указывать авторов вот эти модельки вот эти витринные мельницы они со скетчфаба скачены там при скачке если модель помечена разрешенной рекоммерцией стопор всегда абсолютно нужно указывать автора этой модели и где почему зачем как это указывать как я уже сказал почему это мы будем уже делать позднее когда я буду делать меню непосредственно главное в игре в бункере у меня уже есть такое я это делал это ссылка если что на мой профиль в системе то есть где можно прийти по ссылке можно будет посмотреть какие от моего имени которые в системе опубликованы все будет в описании под каждым видосиком можете посмотреть что за бункер вот в самом главном меню у меня указаны люди именно людей сайта скетчфаб авторов точнее чьи модели я скачивал и использовал в бункере вот что касается давайте еще покажу плеера надо бы все это сортировать я использую еще также для системы ходьбы ассет степсистем он пока не настроен поэтому почему когда я хожу звук не дает но я потом подкорректирую сейчас я использую другие были важные вещи нет тут еще один этот ноутбук я когда проходил все тестировал от него потихался так сказать странно что он здесь далеко я его так давайте покажу теперь что я в принципе сделал сейчас настройки только графики пониже не так жестко все лагало включу разглаживание если что спрашивайте в комментариях различные моменты если будут люди которым это интересно само собой есть пару приятелей у меня еще вконтакте которым я также говорил уже что я буду снимать подобный курс если вы будете смотреть пишите в комментариях тоже спрашивайте какие-то моменты в один видос ее не уместить может быть я что-то забуду я буду показывать пока сглаживание я выключу а вообще у меня потом можно будет спокойно все настраивать вот это количество источников следа которым может так сказать отрисовать обработать данную настройку по графике я поставлю пока двор сразу чтобы его отрисовывать хотя давайте покажу что будет я поставлю один я думаю понятно что будет вот два источника отрисовывают все это обрабатывает вот один то есть да в принципе свет будет светить освещать но вот таких эффектов уже их не будет касательно вот этих настройок я до конца все это не знаю я особо в это не удивлялся как в некоторый момент само собой как по типу сглаживания там метод отрисовки текстур я знаю вот тут ретипальная синхронизация везде включаете обязательно ну потому что иначе ну и делайте возможности в меню настроек ее включать если кому-то это нужно чтобы у вас постоянно могло быть больше фпс если может так быть и да еще один остается хочу заметить потому что сами его заметите это джидоркоклюда ссылка также будет в описании это по типу по колюжнику так сказать но более обширного в некоторых моментах он работает хуже но в некоторых моментах он полезен хотя в принципе можно это еще и совмещать я думаю он полезен тем что допустим он может переставать отрисовывать такие вот допустим объекты как колесо если оно не статическое то есть просто вешать скрипт на каждый объект это нужно вешать везде нужно настраивать это скрипт джидоркоклюда и если у вас это один объект если это несколько объектов или партикл систем партикл систем и генерик это для тех объектов которые допустим литера не знаю насколько правильно но я так делал он так сказать динамик у нас и чтобы вот эти дочерние объекты нажимаем grapple children render если объект статический то делаем статика динамик и тут методы отрисовки я думаю все это вы знаете надеюсь но если не знаете то просто оставьте стандарт так будет лучше вот ну и давайте запустим покажу что я сделал да я нажал не зря конечно всегда нажимать control когда делаете каждые пять минут сделайте своей привычкой нажимать control когда что-то делаете иногда будет такое скрип скрип слева сверху вот эту вот тему сейчас по порядку расскажу что о чем я вообще говорю что это слева сверху в общем то есть я использую у меня будет в итоге изначально первая версия если можно так сказать игры которые загустим вот этой игры она будет с ограниченной территорией будет забор можно бегать по карте но она будет закрыта забором и за пределы выбраться нельзя это только в первой версии потому что недостаточно разобрался в том как хорошо оптимизировать игру с открытым миром когда я разберусь в этом тогда я сделаю мир открытым и можно будет ездить на автомобиле именно поэтому я уже делаю эту механику работаю над этим и в качестве механики автомобиль я использую скрипт NCV Hickley систем бесплатный бесплатный система есть в setstory есть платный вариант но я использую бесплатный потому что платный у меня пока нет средств чтобы его приобрести те деньги которые мне скоро выплаты придут с бойкера я их потрачу на то чтобы купить слот это кстати вот то что я могу брать объекты крутить вращать двигать их это ассет который сейчас 10 баксов уже стоит я его купил у этого же автора у которого скрипт на передвижение автомобиля как раз таки вот ну и плюс я на скрипте камеры давайте покажу написал буквально пару строчек чтобы если зажата левая кнопка мышки и клавиша G я поставил вращение объекта на G так не и водички сейчас сори иногда буду прихватывать воду потому что в горле присыхает да кстати чтобы настройки вот эти вот то что вы здесь меняете чтобы это применялось выставляете это вот здесь значение кстати да еще так же я постпроцессинг использую но тут само собой у меня антилайзинг все это дело выключено есть только амин колюжен то его можно потом запечь по нормальному есть motion blur тут включен blue и color grading я выбирал между двумя между вот этими и вот фильмик мне больше понравился он мне лично для моего проекта он для некоторых моментов подойдет именно вам и так же затемнение краев крана так все хотел показать на камере да я это не то это не то это не то где этот скрипт вот он да я слепой это скрипт управления камерой очень простецкий и передвижение персонажа тоже очень простецкое это можно найти даже на русском языке по моему видеоурок я по моему на английском смотрел самое простецкое передвижение персонажа и вращение камеры у меня оно более чем устраивает на данных знаю что это идея ресурсы затратней вот так вот через update все делать но мне пока что сойдет так потом я это переделаю вот я сюда вписал строчку что если зажать клавиши G и левая кнопка мышки это mouse 0 то sensitive 0 вот он если отжата или зажата одна какая то то 85 ну тут в принципе можно потом это все по другую переделаем потом это все сделаем когда систему схоронения и гимастрой будем делать я расскажу сейчас время не тратить на это вот и ну с самой этой системе вот она вот он этот скрипт тут можно указать тег для объекта может объект искать по названию ну не искать а определять который можно двигать и объект который можно двигать но не вращать этим можно вращать вот тут можно настраивать будет ли на скорость передвижения объекта рукой влиять масса то есть масса масса которая в Рюджетбурге вот допустим я сейчас 55 сделаю вы увидите сами что изменится ну так же минимальная дистанция насколько близко можно пододвинуть максимальная минимальная скорость передвижения скорость вращения это неподобное и вот конечно же я выставил чтобы убрать этот объект потому что на R у меня стоит перезапуск сцены и само собой я потом его уберу когда проект будет непосредственно на Steam публиковаться ну вот я G зажимаю и чтобы взять объект левой кнопкой в любом случае будет нажат и G я зажимаю я могу вращать колесиком у меня кстати говоря колесико сломанное поэтому вот я сейчас окручу его на себя иногда оно срабатывает как будто я от себя окручу бывает такое вот и давайте теперь покажу этот сам скрипт если кому-то будет интересно в следующем видео я могу разобрать показать как настроить машину если реально кто-то посмотрит этот видос кому-то будет интересно на этот момент я разберу это любой другой пикарк из тех которые были включены просто включу его вот там и покажу прям детально от а до я как повесить вот этот скрипт как все делом устроить камеру и управление автомобилем в чем прикол мне очень нравится механик все почти переменные публичные которые нужны и абсолютно спокойно можно не покупая платную версию этого асета самому доработать самому сделать топливо самому сделать самому настроить механику автомобиль все остальное этот топчик приходится конечно немножко выживаться но пока что я сделал это установка колес то есть изначально у меня задумка такая что сейчас я могу насквозать задумка такая что в принципе даже когда мир будет открытый можно будет и даже когда закрытый в принципе это тоже сделаю просто нельзя будет выезжать пока в первой версии игры машину нужно будет собрать то есть в принципе уж не буду сидеть и расстолковывать вам как делать игры на эту тему кучу видосов есть в интернете в том числе от русскоязычных разработчиков причем не инди а 3пп разработчиков кучу есть у нас в стране различных мероприятий их записывают на камеры укладывают в интернет и там очень много всякой информации рассказывать полезной по поводу разработки все это можете узнать там вот и в общем то это один из так сказать моментов удержать подольше игрока развить какое-то желание да в принципе если я допустим сделаю механику сбора автомобиля даже с открытым миром единственное что у людей будет это только основная механика игры которую я придумал на чем основывается идея самой игры а так будет целый для механик то есть ты можешь чуть-чуть в основной механике игры нужно будет ждать и пока ты ждешь ты можешь чуть-чуть покрыться в машине потом ну пособирать ее накопить на детали на колеса их нужно будет на них копить можно будет заказывать через ноутбук в интернете это нужно будет все настроить в интернете внутри вот и постепенно детали покупать приносить перевозить устанавливать на машину само собой это не кар-механик поэтому все достаточно простецко не так простецко как я сейчас это сделал я чуть-чуть сложню это позже но пока что это будет так вот в общем то что я сделал есть основной контроллер тут обязательно висит подобный скрипт которые могут передвигаться вот такой вот скрипт вот этот и в нем должен быть указан плеер можно стартовать с плеера можно с машины само собой я буду стартовать с плеера каждый раз можно стартовать с плеера методы передвижения так скажем машины можно для телефонов сделать но у меня для компьютера поэтому есть это минимальная дистанция посадки в автомобиль то есть вот есть точка дурпозишн их вообще две стандарта нужно превосходить рассуждать персонаж будет садиться сюда вместо водителя Если у вас еще одна позиция для посадки будет вот здесь, то вопрос, как он сел. Через коробку передач перелез, но это достаточно странно, поэтому у меня только с одной стороны можно сесть в машину. Вот, и это дистанс, это вот расстояние до этой точки, насколько близко вы должны находиться, чтобы при нажатии на клавишу он сел. Я по привычке поставил кнопку F, потому что по GTA-шке я уже, да, он им давно еще здесь, например, что машина садится на F, поэтому у меня в игре будет на F. Посадка, вот, перезапуск сцены с этого скрипта. Как раз таки я его потом выключу, но пока он включен. Странно, что здесь кнопка G. Ну да ладно. Вот как раз таки, на чем я уже начал дорабатывать, поставил колеса. В чем суть? Фух, надо перевести дух, я уже загрудился, мои сли переплетаются. Я пытался, конечно, записывать лестплей, это все было достаточно просто, но уже такое время не прошло с того момента, что я забыл, каково это постоянно трындеть. Так вот, тут есть переключение камер, те, которые у вас установлены на том машине, в котором вы на данный момент сидите. То есть у меня две камеры, это от первого лица и вот тут сзади, чтобы можно было назад спокойно сдавать, потому что зеркала я пока не доделал. Нужно еще думать, как это сделать, и будут ли они вообще. Пробел это ручник. И непосредственно завести двигатель, это вот эта вот галочка. Что я сделал? Вообще, как я говорю, машину можно будет полностью разбирать. Тут уже, кстати, еще один скрипт висит, который мы сейчас попозже доработаем. Вот он, потому что он чуть-чуть не работает. Покажу, кстати, что это за скрипт. Ну, это открытие дверей, само собой, через скрипт. Через пивот точку, то бишь, вот, ну, ой-ой-ой, через нее, ну, то есть вот, сцена стоит на паузе, sorry. Когда я подхожу и, собственно, буду подходить и нажимать кнопку E, через другой скрипт будет происходить воздействие. Через скрипт, который как раз таки рисует вот этот вот крестик с линией, будет как-то открываться вот так. Ну, на минут 70 градусов я это сделал. Если я еще раз нажму, то будет закрываться, потому что я, мы также с вами сейчас еще сделаем возможность ставить аккумулятор, чтобы еще было более логично было, почему машину нельзя завести. Потому что пока что ее нельзя завести, потому что на ней колеса, это странно. Так, сейчас надо закрыть капот. Вот, сейчас машину нельзя завести, потому что на ней колеса странно, вот, когда не будет аккумулятора, это уже логично. У меня есть еще также главный скрипт, вот он, коральный механик менеджер. Делайте менеджер, я сразу говорю, если у вас есть какие-то штуки, вот, по типу, что я сейчас делаю, это менеджер, да. Вообще, его лучше на машину, конечно, повесить, потом я его перевешу. То есть, если, допустим, некоторые, если вы будете делать игру, или у вас несколько машин, и хотите, или у меня, и хотите сделать, чтобы все тачки можно было на вашей игре, если есть несколько штук, чтобы все их можно было так же собирать, разбирать, перебирать. Потому что лучше на каждую машину скрипт вешать, и сразу хочу сразу заметить, если у вас, вот, у меня сборка автомобиля, это будет, это не один скрипт. Это четыре скрипта на колесах, это еще куча скриптов на двигатель, на аккумулятор, на все остальное, на руль. То есть, и все это где-то должно в идеале храниться, вся эта информация в одном месте. Это должен быть какой-то менеджер, потому что, благодаря менеджеру, подобным, вот, очень легко потом будет все это даже через PlayerPrefs сохранять и загружать. Когда вы будете делать систему затворки, это если по-простому все это делать, я делаю именно таким образом. Вот. А, ладно, все равно не шранится. Ну и, собственно, пока что у меня можно только вставить колеса. И когда они все установлены, тут условия прописаны. Когда каждое колесо установлено, я потом это переделаю, это будет не в апдейте, я все это знаю. Почему это не в апдейте? Потому что это сильно нагружает. Это лучше сделать в отдельном поле. Это тоже потом будет, в будущем, там, будет затворено, если кому-то будет сильно интересно. Вот. И только когда все четыре колеса эти установлены, тут, в принципе, порядок мне не важен. Условия, какое первое, какое второе установлено. Поэтому я, особенно, никакой порядок здесь не соблюдал. Просто четыре колеса подряд, если все эти условия будут выполнены, тогда значение вот этого вот станет true. А это у нас непосредственно вот это вот. Только когда можно будет завести ее. Вот. Сейчас, то есть, если есть одна машина, я спокойно смогу крутить руль. Поворачивать камеру, переключаться между камерами, снова вылезти из машины. Но завести ее я не смогу. И также, если у вас несколько машин, потом будет как-то все это дело делать. Кстати, да, также я еще добавлю машину. То есть, я планирую делать максимально. Потому что, что скачу, кстати, бесплатная моделька с setstore этого пикапа. Я по скачу буду делать, я буду также еще снимать сиденье и все остальное. И все остальное тоже можно постанавливать. И точно так же я спокойно просто выключу эту значение. То есть, я буду ходить, нажимать, и персонаж не будет садиться. Он просто некуда будет садиться. Только когда он установит сиденье, уже можно будет включить непосредственно вот эту галочку. Вот. Также можно ручник. Можно ручник, если он где-то здесь есть. Уж не вижу. Ну, если, допустим, в принципе, можно модельку ручника где-нибудь скачать. И пока он не установлен, скажем, держать это значение false, чтобы ручник также не работал и тому подобное. Вот-вот. Фух, заполтался. Ну и, собственно, что у меня тут? У меня есть каждое колесо, само собой, чтобы это адекватно работало. Я создал для каждого колеса, вот, меж каждого колеса. Я в каждом колесе создал. Да, я сразу затрону момент. Если вы сами будете пытаться разобраться с настройкой автомобиля, вот, через этот скрипт, пивот колеса должен быть по центру, чтобы оно крутилось адекватно. А иначе его будет колбасить вот так по-жестки. Если пивот будет с краю, то и по этому радиусу огромному его и будет крутить. Вот. Я в каждом колесе создал пустой объект в префабе. И вытащил пустой объект из этой модельки и сделал эту модель непосредственно на дочерний к этому пустому объекту. У него я повесил скрипт вот этот. Он очень простой. Если в триггере объект с тегом колесо, то детально вот это вот этот объект он становится true. Линд-дельта. Он становится true. И сейчас скажу почему и радиус коллайбера, view коллайбера становится вот такого значения. Сейчас скажу почему. Я пытался делать так, чтобы в общем-то я выключал именно эти объекты, но и включал их непосредственно с установкой именно с включением этого колеса. Потом второе с включением второго колеса и так по очереди. Но суть заключалась в том, что когда я после старта, после того, как я все колеса установил и все эти коллайберы от выключенного состояния включались обратно, происходила ошибка. Происходила ошибка где-то в коде вот этого скрипта, который нельзя никак обойти. Поэтому я просто-напросто уменьшил эти колеса до мизерного размера. То есть так, в принципе, когда на подъемнике мне стоит, на земле не касается и все идеально. Когда я колесо устанавливаю, радиус становится таким, каким я догнал по одному шатему колеса. Вот. Ну и, кстати, вот этот подъемник, он тоже бесплатный на соцсторе. Есть лифт карта, называется, если что. Вот я потом его доработаю. Сейчас я пока могу с любой точки нажимать даже за край карты уйти и нажимать на плюс и минус я настрою. И он будет подниматься и опускаться. Вот. Я настрою это все чуть иначе, потому что скрипт тоже простой, я его переделаю. Тут есть кнопки, я этого в блендере отделил. Я отделил в блендере вот эти лампочки. А, или они были, они, по-моему, изначально были отделены. Ну, короче, в общем-то, есть такие вот лампочки. Пока тут инвесент включен на каждый. Но я это все делал мы это вместе с вами с скриптами настроим. Каждая кнопка будет отвечать, вот эта кнопка будет отвечать, допустим, за подъем. Именно надо будет просто равноводиться, нажимать на нее, зажимать мышку и тогда он будет подниматься. Отпустили, не поднимает. Нажали нижний, опускает. И, если, допустим, нажимаем верхнюю, будет зеленая лампочка загораться, если не нажали, она потухла, если нижний нажали, красная лампочка будет загораться, если не нажали, потухли. Вот. Все это вот таким вот образом перенастроено. Но пока вот оно так как и есть, как я уже сказал, я только начал проектом работать. кривовато. Это видео не настроено пока. Березка из-за осата Speed 3, потом можете искать осадственных найдете. Деревья, но они очень полигональные, поэтому я, наверное, полигонных могу. поэтому я, то есть вот видите, да, 10 тысяч, 9 тысяч. То есть лот 0, 10 тысяч, это очень много. Я буду потом искать другие деревья с меньшим количеством полигонов, чтобы лот 0, был хотя бы 1000 полигонов, то есть не больше. Это очень жирно будет экономить. В принципе, сейчас можно здесь вот. Я чисто для красоты вывалял, чтобы систему ветра наставить. Ну все я рассказал. То есть каждый, когда вы приносите подносите рассказал, как я это сделал, когда вы приносите колесо с тегом, тот, получается, я тоже взял колесо с этой машины, сохранил как отдельный prefab и сделал пустой объект и сделал это колесо дочерним к этому пустому объекту. Пустой объект называется DracoPoblch. Это тег, по которому я могу двигать объект, как вы помните, повисел сюда режим более. на компрессе сделал коллайдер, чтобы физика нормально работала и оно не глючило, не проводилось никуда. И, собственно, тут вот уже висит это тег колесо. И когда я подношу этот объект сюда, к триггеру, тут у меня сам целый box коллайдер висит. С триггером я его настроил. Ну, примерно такой размером сойдет. Может быть, потом сделал поменьше. когда мы подносим колесо, оно включается здесь. Также нужно еще дописать скрипт, чтобы оно уничтожалось по колесу, которое мы подносим, чтобы это было максимально реалистично. И так с каждой стороны это работает. Фух рассказал, когда все колеса эти висят уже, тогда у нас скриптом стопелочка включается. Но, как я сказал, я этот менеджер потом допишу. Можно будет, чтобы было установлено не только колеса. Каждый момент будет отвечать за свои перемены, так скажем. То есть, потом я переделаю и если установлен аккумулятор, двигатель и все остальное, но не установлены колеса, машину можно было довезти, но она не поедет. Вот так все это настроено. Если сиденье не установлено, нельзя будет сесть и так далее. Если руль не будет установлен, она не будет рулиться, я надеюсь, это получится настроить. В принципе, да, тут просто так же скриптом просто включать и выключать вот эти вот значения. Вот. Вилтурн. Это вращать, не вращать колесо. То есть, это все можно спокойно настроить. Фух, вроде бы все я рассказал, это только в этом здании. Я еще покажу, что у меня в гараже, точнее, я покажу еще, что в доме находится. Маленькая механика, она еще так же я вчера написал скрипти по-быстрому, чтобы можно было зумить, потому что есть моменты как раз-таки в доме, где нужно будет зумить игроку, чтобы не приглядываться. Может, он мог зазумить это дело. То есть, просто я через скрипт, нажимая клавишу, у меня вот это значение убывает вот пока 40 не станет. Если клавиша сжата, то она увеличивается пока не станет 65. Что за значение сейчас покажу. Это вот филд of веф, это угол обзора. то есть по умолчанию я использую 65. И если я зажимаю клавишу, оно плавно вот до такого почти уходит. Сейчас покажу, как это работает. Теперь, по-моему, точно все заметил, хотя, может, что-то не заметил. Может быть, что-то упустил. блок-тайм сейчас я покажу, что это такое. Это система, которая из-за еще одного ассета в AssetStory есть еще один ассет, лучший ассет для системы для иначе Time of Day. Стоит, конечно, тропеват, но он охренительный. И, в общем-то, он через этот скрипт я беру значение из этого объекта, обращаюсь к скрипту и беру значение часа, округляю все это дело и ввожу в текст. В текст я добавил там у вас канвас и сделал при... в общем-то, чтобы он по миру мог двигаться не только на карте был, точнее, не на карте, а не только на экране и передвинул. Сделал канвас до черния к часам и все это дело настроил и у меня всегда на текст. Все уводится и я могу просто подходить к объекту и смотреть а не смотреть это на экране когда будет центр точки. это тоже... в принципе я сейчас покажу как это сделать. Это буквально пункт. То есть вы создаете канвас и вот это значение вы делаете в Red Space и можете указать в идеале лучше указать... не знаю, что будет, но лучше указать камеру я камеру писать на жалко указу вот здесь все. В этот канвас теперь можете... Ну, сейчас пока стена запущена не можете, но когда стена не запущена вот это значение просто уменьшаете и двигаете по миру его, пододвигаете куда хотите. Таким же макаром как раз таки мы сейчас попозже сдвизним вот эти вот части, которые в углу висели, скорость километра что-то подобное. Потом это все спинометр вообще переделаем, но не сейчас. Не сейчас. Вот. Да. Ну, по-моему, все, что мог затронуть затронуть если что-то забыл, если что-то я сейчас тут показал вам, что вам стало интересно, но я не рассказал, просто пишите в комментариях. Пишите в комментариях в следующем видео я это расскажу. Механику тогда уже автомобиля будем нарабатывать но аккумулятор и открытие капота все это сделано в следующем видео но и ноутбук пожалуй тот же. А сейчас я просто покажу как это все работает. Звуки также все это вместе с вами дам эту точку белую обводку друг на друга две штуки накладываются одно из них надо будет вырубить что-то колбасит. А это колесо у которой масса 55 походу по-моему а тут модель колеса застряла в меше почему-то ну ладно в общем-то вот колесо видите 55 килограмм допустим в килограммах значение он вообще поднять он не может это реально тяжело для персонажа это можно настроить там но мы просто допустим сделаем значение пониже так 15 все равно тяжело но уже под тени его двигает он вращает также будет очень мягче потому что тяжелое допустим легкое колесо вот видите как оно себя ведет совсем иное дело ну вот можем сесть в машину нажимаю вперед звуки двигателя стандартные тут стоят вот это все потом их поменяю и найду интернет звук этапа какого-нибудь вот но пока видите я могу вращать руль руль тоже от этой машины я его пока еще не подогнал я от демо версии автомобиля которая там на демо сцене есть просто руль поставил сюда чисто на первое время видите руль можно вращать я нажимаю W нажимаю G машина не заботится эти стрелочки уберем по хренам и вот это все передвинем сюда на прибор на панели вот я газую ничего не работает вот нажимаю на нампаде плюс как я уже сказал сказал у вас значение плюс нажимаю поднимаю ой у меня одна кнопка минус на нампаде он паузу вставляет на записи да да неловко давайте переставим какую-нибудь другую кнопку но я сейчас заодно еще немного покажу сейчас она сработает блин видос в час получится но те кому интересно я буду смотреть к точек если есть люди которые считают что это долг и они хотят за 5 минут научиться всему сразу побежать игру перебывать этим я вам сочувствую потому что так это не работает в общем-то вот эти как ограничить опускание подъем вот этой вот части вы просто запоминаете вот эту переменную значение то есть минимальное и максимальное вы можете просто так поднять запомнить ага здесь там 2 и 1 а здесь 0 и 4 и просто потом указываете верхний предел и нижний предел в высоте эти значения не трогайте просто верхний предел и нижний предел указываете само собой совпученность цены сохранилась ну и тут скорость подъема опускания вот собственно давайте сейчас опущу покажу что когда мы берем легкое колесо возьми крутим его когда мы поднесем его сейчас машина поднимет у нее коллайдер коллайдер станет нормального значения она даже приподнимется немножко давай слой переподнимайся странно она переподнялась так ладно давайте поднимем машину кверху у меня машина почти к потолку поднимается и на этом ограничение стоит стоит тоже кстати что машина не межавтомобиль он туда куда-нибудь в небеса не уходил но так как у нее коллайдер и режим более действительно начинала колбасить вот так ну все давайте допустим машинку поставим колесо вот вы видели она поднималась немножко ну и тут уже если поднимать опускать все работает но ура так так коллайдер у меня плохо лучше настроен чтобы таких моментов смешан не было над этим доработать ну все давайте установим все колеса я вам покажу что автомобиль заведется может ехать да вот иногда колеса почему-то пропадают непонятно почему но надо все равно скриптово это настроить чтобы они удалялись чтобы реалистично было то будет колесо ставить уже темнее также про time of day если будет интересно ссылка тоже будет на сад описание если будет интересно про всякие вот эти ассеты садстора тоже могу потом вам рассказать давайте допустим я сейчас сяду машину также нажимаю W нажимаю G машина не заводится у меня тоже зум установлен вот как он работает там на тайм-дельта там умножения нет но на этом достаточно плавно срабатывает эта камера тоже решила сделать так я опущу потому что если я здесь выйду я выйду вот так в крышу надо опустить немножко машинку и давайте последнее колесо установим хренак ну и вот я могу завести машину нажимаю G оп она завелась могу газовать нечем само особо не произойдет потому что мы на подъемнике теперь мы садимся и можно ехать вот камера террорица как я говорил также можно ее ограничить по обзору влево вправо вверх вниз это если кому-то будет интересно когда вы настраиваете автомобиль я вам покажу и расскажу как это делается система лодов надо настроить проблему есть у меня буквально день-день над проектом на работу я уже говорил вот камера сзади которая у меня висит что игроки во время игры уже в будущем могли сдавать назад на автомобиль хотя я думаю в будущем дописать чтобы когда ты поворачиваешь голову налево она камера сдвигалась и ты выглядывал грубо говоря в окошко ну и так же скрипт делает что если я поворачиваю в сторону сиденья транспорт я допустим на 50 падал чтобы сиденье полупрозрачно становилось наверное можно так еще и делать а где я а я настолько не видел этот гараж что я объехал его давайте сейчас зайдем обратно до подъема также фу очканут что я на паузе стояло сейчас просто казалось так заезжаем фу 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 примерно догадать на машину да я прям краю подъехал здесь мяш коллайдер угловато такой слишком жестко крайне подъехал блин снова нажал минус на клавиатуре да я пока первый видос монтировать не буду стр начинка партия просто нажимать минус и ну не минус уже другую клавишу и останавливать запись стоит дисклеек без сего дисклей в фотошопе потому что у меня сейчас очень мало памяти на компе свобода у меня всего же Сергей Голф она это жестко и у меня нету если я сейчас допустим буду это монтировать хранить видос я другой не смогу несколько дней снимать ну или день по крайней мере пока не смонтирую ни отрендерю не выложу вот поэтому мне проще будет просто ставить на паузу и без всяких склеек выдвижных вылетов просто как оно есть и как я объясняю просто это снимать и заливать в ютуб ну вот плюс-минус я подминал машину можно подъемники также поднять правда уже проблематично пройти ящик переседания также мы с вами переседания сделаем потом настроим и да вот эти вот части я думал вы их видите вот эти вот части их также у них пивот вот тут по краям находятся и у тех дальних тоже их можно двигать я их тоже настрою можно будет допустим рукой зажимать возможно вот с тем же скриптом вот с этим можно будет двигать их левее правее и гонять машину уже по своим предпочтениям и когда ночь наступит не все объекты станут темными потому что я light сама давно не запекал для этой карты все под гаражу по моему все вот видите я деликану буду это делать под гаражу все по моему ну и то что я хотел показать здесь в доме это я нашел прикольно мальчике шкафчиков и этих тумбочек правда у них очень сильно текстура растягивается кривовато конечно сделано но лоу-польно перегонов маловато оно прибавляет поэтому я скачал как-нибудь текстурочку натяну что-нибудь сделаю придумаю но выглядит прикольно можно настроить чтобы открывались мы с вами тоже все вместе зима холодильник из асета винсленд кривен по моему у него внутренности есть тоже из строя можно открывать закрывать возможно добавлю размер надо из холодильника возможно я просто планирую может быть добавлю всякие бары типа голода жажда нужда и тому подобное как у меня в бункере тут это будет более разумно вот но тут эмиссии надо включить чтобы реалистичный было вот ну и показать я хотел у меня часы то дом чтобы дальше будет этот р inte час поэтому спасибо всем за внимание не хочу доводиться для часа. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.